Друзья мои, отключи звук. Как же мне приятно сейчас будет вместе с вами посмотреть видео, которое мы вам покажем. Давайте. Бить никого не надо. Все, что нам мешает, должно аккуратно, но твердо удаляться путем депортации. Только те, у кого в голове жидкий кальций, думают, что национализм – это насилие. Зуб без корня называется мертвым. Националист – это тот, кто не хочет, чтобы из слова «Россия» удалили русский корень. Мы имеем право быть русскими в России. И мы защитим это право. На самом деле, это один из немногих раз, когда я соглашусь с Алексеем Анатольевичем, мы имеем право быть русскими в России. И тем не менее, от Алексея Анатольевича Навального отреклась правозащитная организация Amnesty International. Вон из профессии. Ты больше не узник совести. Боже, если б вы знали, как мне приятно это повторять. Навальный больше не узник. Или узник, но без совести. Или все же не узник, а так. А чего отреклась-то? От того. Нечего было 13 лет назад грузин называть грызунами, эмигрантов, тараканами и вообще кричать «Хватит кормить Кавказ». Надо было, наверное, фильтровать базар. А надо было. Вот мне стыдно признаться, но я не могу понять, кого я не люблю больше. Алексея Анатольевича или лицемерных мудаков из Amnesty International? Ну, все же лицемерных мудаков, наверное, больше. То есть мне, конечно, радостно и волнительно и щекотно даже как-то наблюдать, как корежат сейчас хороших и щедрых людей, которые, с одной стороны, поддерживают гражданина Навального, а с другой, они же за все светлое и душистое. То есть как это можно быть против Amnesty International? Ну, никак нельзя. А почему нельзя-то? Давайте уже делать взрослые выборы. Вы же все не дети. Решите уже, что вам дороже. Ценности эти ваши? Новая этика – это сучья. Или вождь вашей революции, Россия, вашего светлого будущего. Выберите уже сторону. Вы за Навального или против Amnesty International? Или за Amnesty International и против Навального? Забавный выбор ведь? Не думали, что такое предстоит? А вот вам, пожалуйста, любуйтесь. Сами же своей тупостью себя поставили раком.